я себе напоминаю этого скандинавского так как его зовут мумитроль такого толстячка апдейт по животу он уже огромен а мне еще ходить месяц-полтора посмотрите синячок мартин меня лупит знаете что сейчас артем обсуждаем что вот я люблю его не за внешность я реально его всяким видела и я люблю его за харизму я тебя кстати очень сильно люблю за ум мне очень нравится что у тебя живой ум еще за то что ты сообразительный нутриально интеллектуальный этот правду очень высокий интеллект что ты независимый что ты какой еще напомню что сказать зрителям это в логе будет моем я тебя хвалю для блога ну короче не за внешность точно но при этом ребят сейчас я лучше вот даже решила вам это в глаза сказать но при этом я так и говорю артем ты знаешь я люблю тебя не за внешность не за естественно и главное но вот если сейчас мне скажи допустим типа а возьми-ка ты себе мужичка попроще я скажу знаете не 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 а мне давайте артемочку вот такая жизнь ребят опять немножко шопинга я наконец-то нашла себе обувь которая более или менее села под меня она конечно все равно широковато но довольно терпимо потому что я все лето проходила в шлепках китайского магазина за 3 евро всем привет между последним видео вернее последними кадрами этого блога предыдущими кадрами этого блога прошло уже наверное неделя знали бы вы что произошло за эту неделю мы успели и разъехаться и развестись и свистись и в итоге мы с артемом проходим курс семейной психотерапии ничего такого страшного у нас не произошло ну как ничего такого страшного смотря что такое страшно для меня в момент когда это случилось это честно говоря вообще мир ушел из под ног я думала что все конец света я думала мы все умрем но потом все разрулилась причем как мне кажется прямо разрулилась при помощи каких-то высших наверное сил и вот мы решили пойти и развиваться с одной стороны я почему не хочу подробно вам все рассказывать потому что я считаю что это блок но не про отношения я хочу чтобы отношения в моей жизни происходили сами собой я не хочу на этом концентрироваться в принципе если у вас появляются какие-то вопросы вы можете их задавать я всегда вам на них отвечу можете допустим можем сделать видео ответы на вопрос можете комментарии под этим видео задавать мне вопросы я в следующем видео прям можем с артемом сесть и вдвоем ответить на все что вас интересует и так что же происходит сейчас сейчас мы приехали опять в торговый центр камелия в поттере магазин kids land и нам подберут вернее нам уже собрали пакет товаров для нашей малышки что-то заказали из подгорицы что-то приехал наверное из каких-то других магазинов со склада и вот сейчас мы пойдем все это выкупать и обязательно вам покажу что в итоге мы взяли а это и коляска это и какие-то аксессуары для коляски это еще одно такое прикольное кресло что кресло ванночка чтобы мыть малыша ну еще наверное что-то возьмем по мелочи а еще знаете многие думают что я вот такая вся скандалистка такая вся эмоциональная а я вам скажу так так поэтому я и веду свой блог потому что блин со мной интересно я сегодня развожусь завтра уезжаю жить в воде лопу а вы просто все хавайте обтекает а чё не хочу не обтекают я же наоборот делюсь своим опытом искренним опытом который не скандалист они думают что ты скандалист справедливость остальная масса людей просто хавает обтекает но кстати да я считаю что в этом тоже есть смысл потому что когда я своим подружкам рассказала о наших проблемах с артемом и многие из них сказали ксюша это не проблема по сравнению с тем что бывает я говорю да бывает намного жестче и мы с вами каждый сам выбирает свой путь некоторые будут терпеть тому же алкоголика изменщика а некоторые будут из-за меньших проблем сначала впадать в панику а потом искать пути решения так вот я тот человек и на ноги данист который ищет комфорта для собственной души жить и страдать в отношениях я не собираюсь и я очень хочу чтобы допустим каждый из вас следовал моему примеру потому что быть счастливым это очень круто и поверьте сейчас есть очень много специалистов которые могут вам помочь чтобы достигнуть этого счастья мы с артемом зашли в спортивный магазин на в камеле сейчас я посмотрю что он там что-то ищет хочет купить себе а видимо кроссовочки покажи какие хочешь артем мне нравится такая форма мне нравится и новая форма новый дизайн она ты не убила сюда 5 хочешь такая вот эти желтые нет вот эти очень сильно линяет мне вот эти слишком тем в принципе линяет очень сильно а вот так я хотел бы светлее я хотел бы чтобы вот если бы они были вот вот такие я реку бил понятно с артемом сейчас обсуждаем момент магазин да вроде прикольный кажется что там выбор такой большой сколько раз мы там чего не мир или никогда нам ничего не подходит может они шьют на каких-то других людей у которых там другие тела артем и вообще конечно хорошего шопинга нам без черногории очень не хватает так что если вы хотите приехать сюда жить то вы должны иметь ввиду что за шопингом вам надо в италию когда мы туда поедем рассказываю берем вот такую сумку но это просто детская туда все складывать далее вот такой подстаканник на коляску покажите еще автокресло пожалуйста вернее это автолюнка она до какого возраста до 13 килограмм и она получается у нас будет прикрепляться в коляске и мы сможем как бы катать ой прикольно здесь регулируете положение головы да артем запоминаю еще мы взяли вот такое кресло для душа который я так понимаю потом может трансформироваться в кресло для еды да нет это только для душа просто снимаются ножки она может устанавливаться в сидячее положение лежачем положении с рождения но он до года будет а ну хорошо хорошо ну и вот получается собственно это все еще у нас коляска коляска у нас такая будет серая как вот эта сумка который он только что показывала на черной конструкции стоки в итоге мы выбрали люлька авто темно-синяя получается сумка вот эта вот штука сидушка такая чтобы ее мыть в ванной подстаканник и от одеялка я отказалась потому что свет мне не понравился он такой какой-то слишком грибной получился пестрый да вот она ребят всем привет уже наступило утро следующего дня нам в итоге сказали что коляску вот эту вот сидушку доставят на дом но потому что это оказались большие коробки и поместить их в машину нам было вчера нереально так же хотела подробнее вам рассказать о том как проходят наши сеансы семейной психотерапии с психологом и так у нас психолог он находится в тивоте он предпочел мне раскрывать своего имени поэтому я не буду его рекламировать но тем не менее встреча у нас проходит точно пока было только на самом деле уже было можно сказать несколько встреч но одна такая прям официальная консультация мы с ним встречаемся в кафе у нас вообще предполагается с ним три сеанса за неделю один сеанс это мои два сеанса артема также есть совместные сеансы то есть из этих трех сеансов либо мой либо артемин получается совместные вот последний сеанс у нас был совместный на самом деле мне все пока очень нравится я не знаю что будет потом но пока я уже за можно сказать один такой официальный сеанс для себя сделал столько открытий столько всего интересного узнала понимала поняла в чем мне еще нужно работать для саморазвития также психолог нам дает какие-то задания мы их выполняем дома и вот вчера нам с артемом пришла такая идея мы хотим немножко заняться духовностью нашей семьи но для нас это вопрос немножечко проблематичный потому что в принципе мы с артемом абсолютно не религиозно сейчас пожалуйста не нужно меня переубеждать если вы захотите вы можете зайти в описании так она этого канала почитать и если вы не понимаете о чем я то и не надо но тогда нам с вами просто не по пути так вот мы с артемом не религиозная также мы с артемом особо не верим в какие-то другие вообще человеческие ритуалы например в те же самые свадьбы в какие-то общественные такие праздники там тот же самый бессмертный пол когда все идут да с портретами то есть да это объединяет нацию для нас это абсолютно чуждо и поэтому мы с артемом решили что самое время начать создавать какие-то наши собственные духовные традиции возможно наши даже собственные семейные ритуалы и в общем мы решили что неплохой традиции будет собираться каждый вечер с ним вдвоем садиться зажигать свечи за за нашим большим обеденным столом открывать наши блокнот и пить чая обсуждать что произошло за прошедший день и строить какие-то наши планы на будущее и вот артем вчера поехал в магазин в порта монтенегро по называется деперфюм как так не помню точно и купил нашу первую свечку я ему сказала выбрать запах самостоятельный честно говоря когда он пришел домой когда я ее раскрыл я чуть не сошла с ума я на самом деле снимала вам распаковку но я в кадре была такая страшная жирная ребят не буду вам показывать поверьте вам этого не надо не знаю почему наверно свет не тот как мне кажется в общем я прямо обомлела прямо сейчас еще вот возьму и понюхаю это что-то невероятно то есть это какой-то такой запах такой дорогой такой родной такой он необычный и при этом не раздражающий что я у тебя прямо вам могу посоветовать если тот из вас хочет купить кому-то подарок то пожалуйста вот эта вот свечка берите не пожалеете и так еще нам психолог сказал что нам нужно как можно больше говорить о своих чувствах но вернее не нам наверное первую очередь артем потому что я все-таки женщина разговоры о чувствах даются мне более легко чем ему а вот как выяснилось артем у нас очень любит строить из себя супермена и и иногда боится сказать вернее не боится просто иногда не хочет говорить о том что действительно происходит у него на душе я очень надеюсь что эти наши совместные вечера помогут артему возможно где-то больше раскрывать свои чувства ну конечно мне и еще больше углублять наши диалоги хотя мы и так с артемом наши отношения построены на диалогах но видите оказывается что никогда не помешает копать глубже даже когда вам кажется что все вроде так глубоко и все вроде так классно и я решила вам все таки показать немножко кадров с нашего вчерашнего вечера только без моего лица но посмотрите как у нас теперь уютненько и красиво с этой замечательной свечкой я сегодня еще даже хочу попросить артема купить такой же аромат для дома посмотрим если он есть то мы обязательно его возьмем вот так теперь будут выглядеть наши семейные вечерние посиделки свеча чай правда еще мы не купили подстаканники муж у каждого по блокноту стаканники пока импровизированные ну да они такие прям мы используемся монетом и построим планы на будущее тишине и спокойствие да мы сейчас с артемом будем писать наши планы на будущее будем их обсуждать все всем пока пока мы с вами увидимся еще завтра в этом влоге я с вами не прощаюсь в общем в итоге влог этот получается какой-то очень длинный пока я монтировала для вас видео мне привезли и доставку фермерских продуктов и доставку коляски я хотела вам ее распаковать показать во всей красе хотела показать вам какие замечательные продукты нам сейчас привозят на дом но сейчас уже знаете думаю что я не буду затягивать этот влог я пошла его монтировать проверять и вывешивать и я теперь хочу с вами действительно попрощаться спасибо что досмотрели до конца не забудьте поставьте обязательно мне лайк поддержите меня комментарием подписывайтесь я вас всех очень люблю мы увидимся с вами скоро